здравствуйте друзья мы с вами опять вместе и начинаем серьезную работу сейчас поймете о чем пойдет речь значит что мы имеем мы имеем огромное засилие саженцев из-за рубежа вот когда их называют мертворожденные вы уже догадываетесь их судьбу вот тем не менее это же остановило развитие водопедомникова россии она умирает умерла практически поэтому тема это будет бесконечно и мы об этом уже не раз говорили посмотрите сколько раз десятка раз у меня было телевидение ничего не меняется победить голодового тельца невозможно но одной из легенд является то что есть места где невозможно вообще вырастить ничего опять все упоминают абрикосы давайте вернемся к этой теме потому что случилось случаях когда я со своим другом решил помочь ему заложить нет еще не питомник а просто большую другое дело если пойдет все нормально куда девать излишки вот а может быть это и появится буду питомник а пока речь идет о южном регионе которым надо бы заселить его 3 гектара это немало вот вложены будут определенные средства и что из этого получится попробуем себе представить вот давайте пока чтобы не быть голословым чего уже есть на севере на севере есть видите подносящий сад вот на севере есть уникальное уже не сорта нет мне по морде мог у тебя нет сорта да у меня нету я не говорю сорта клоны я их называю еще улучшенные сорта а разве плохо иметь улучшенные сорта наука представлена тоже видите что сунду скобила взял лапу кандидата рук значит я не болтун и это не миф попробуйте соврать человеку такому авторитетному вот это тоже в ожидании телевидения нет не так это я интервью уже даю они с той стороны экрана с этой стороны ну а дальше у меня таких фотографий уже не сотни нет них уже тысячи это свое время я подбирал фотографии где присутствует девушки мои там племянница невестка почему а потому что обезличные фотографии могут можно надергать в интернете этим занимается дружно сотни плодопитомников надергали вы не верят а здесь видите эти милые лица видите да ну здесь посмотрим здесь посмотрим тут уж никак не ошибется вот это выставка в ожидании губернатора Хакасии вот видите стоит уже телекамера ждет приехал губернатор Хакасии постоял посмотрел попробовал и похлопал по плечу моего сына Сергея и сказал я обязательно у вас куплю эти саженцы вот видите один стоит вот два их стоит вот и вот 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 так вот было но правда так и не приехал и никакой помощи от него мы не дождались вот яблони это все коротко а это типа в общем представьте себе что вот это вот человек получил посылки такой же раскрученный питомник как и мой и вот это вот это вот все умрет потому что все сроки вышли на улице середина мая вот плоды огромный футбольный мяч только что все это будет мертво смотрите даже вот черешни плоды размером с теннисный мяч вот а теперь приступаем к делу и так было завдумано было загадано вот и мы переходим к конкретным делам друзья и так один из южных регионов фамилии не будет даже близко регионы не будет я больше повторяюсь но там речь шла о так кстати надо проверить идет и запись идет там речь шла о том что ничего ни хрена не растет хотя это крайне юг россии тогда подумали мы подумали если закладывается то по принципу что-то обязательно будет процветать что-то будет плохо что-то не пойдет например там абрикосами не пахнет но посмотрите внимательно сейчас мы немножко расшифруем вот уже пошли абрикос это то что было вышло вот пошли абрикос а количество только не падайте со стула видели количество какое не просто много а очень много сотни две сотни причем сорта знаменитая видите там крайне юг возьмем бай возьмем академик королевский да это супер сорта уклона ладный не запрещает произносить слово сорт клоны 100 граммовая а что будет там на крайнем юге вот на севере это будет 30 50 грамм у меня допустим если вырастить из косточки на урале получилось половина меньше воина например а там эти близко к что значит что мой интерес мой интерес чисто селекционный вот головная боль будет у того кто все это будет высаживать и тут случилось следующее внимание дуга следующий заключает следующем что мой друг напарник который все это планировал развивал землю взял вот он друг оказался длительной длительной командировки так бывает сами знаете времена такие вот но связь существует всемирная сеть так называемая он нанял попросил этим заниматься местного жителя вот и местный житель но мягко говоря уровень и не тот и тогда мой друг Александр попросил меня чтобы я его учил буквально на ходу все это было выслано все это было где-то даже из фотографий все это было бабаночками распихано и наконец пришла пора этим заниматься давайте пробежимся коротко сам принцип смотрите мы фильм будет несколько серий но мы фильм делаем для всей россии а кто-то живет в сибири на урале и дальнем востоке в средней полосе и кто-то живет также на крайнем юге сказать что на крайнем юге все процветает тоже нельзя у меня много примеров много горьких писем к сожалению все полагаются вот водопитомники страстная цифра я провожу вебинары сегодня у нас пятница 6 а 9 будет очередной вебинар опять я покажу и под фотографии будут горькие эти самые письма вроде на юге пишут не всегда даже наши питомники разучились выращивать качественные саженцы а импортные даже на юге не погибают почему пока доедут они это уже не саженцы а вот это уже дрова даже если бы они выдержали бы южно-российские морозы бывает и там поэтому для всех говорю значит средняя полоса россии абрикосы середине февраля на сертификацию накидывают два месяца получается середина марта апреля апреля ну средняя полоса россии можно высаживать земля тает на 1-2 штыка лопаты садитесь него проворонивать нельзя нельзя проворонивать потому что когда заканчивается вот этот период когда поднимается когда вся вся природа просыпается именно в вашем районе вот они появились зеленые листочки это значит что проснулись семена семечки и в этот момент вы должны садить позже просто не взойдут так груши середины февраля если начало января больше надо срок яблони середина марта они это так быстро хорошо всходят всего лишь за месяц полежал месяц всего лишь на сертификацию в сыром песке слива середины января банджурские орехи середины января ну и так далее в общем что из этого следует у нас случай особый так как на югах на этом самом кто в местности где которыми говорит давайте рецелом краснодарский край ставропольский ростовская область давайте говорить о северном кавказе вот где-то там проблемы есть причем не все их смогли решить и там раньше просыпается природа и давайте все сдвинем на месяц на месяц то что вот это вот должно было быть середине февраля а мы их сейчас давайте напомню сегодня 6 января а давайте сейчас мы их застрелить в сыром вот сырье вы застрелить в сыром сейчас абрикосы сейчас вот когда я говорю абрикосы два месяца слива три месяца но насколько эта цифра расплыча чуть похолоднее лежат не просыпаются чуть бывает в холодильнике в том что теплее через через полтора уже проклюнулись настолько плавает а еще от влажности но высадка осенья особый случай бы здесь еще не высадить не успели поэтому речи только о стратификации насчет стратификации я сделал следующее вот здесь у меня есть вот мой сайт так его найти очень легко кто не знает вы по-русски например в яндексе или гугле набираете всего три слова русские сайт садовода релизов верхняя строчка это и будет сайт нажали оказались посмотрели каталог я всегда говорю ребята только с валидолом только с валидолом но я не раз уже листал это бесконечный список вот теперь это все внимание внимание шайбу а нет шайбу это другой вот внимание значит это все должно вернуться на юг я не оговорился ребят не покорить юг а вернуться на юг это проще чем у меня на севере было так возвращаемся назад где мы были так нет мы не тут были мы не тут были каждый раз когда выскакивает у меня целая проблема вернуться вот ну ничего мы вот так вернемся вот все мы там где надо итак получается следующая картина пора стратифицировать мы с вами побывали фотогалерея вернулись чуть назад смотрите как и заходим теперь в гостевую книгу гостевые книги это кроме всего прочего так мы всякую дрель убираем идиотскую рекламу убираем и оказываемся вот здесь значит что это значит смотреть мы долго не будем так вот о чем пойдет речь дело в том что я не откроется мой халтурит мой этот самый как же нам быть то как же нам быть в общем здесь все равно гостевой книги у вас откроется не может все таки откроется сейчас подождем немножко у меня последнее время он халтурить начал а рядом специалистов нету вот откроется не откроется пожалуй нет значит речь идет о том что здесь у меня речь идет о стратификации именно слип я первый зацентировал и если вы вот это четко понятно короткий фильм как это делается точно так же вы будете делать стратифицировать все остальное эти же сливы вишни и так далее абрикосы то есть кроме слив вишни абрикосы и так далее ладно где мы сейчас ладно 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 итак про это поговорили вот что я тут пишу назначая сроки еще раз говорю до южного региона мы эту цифру снижаем на месяц раньше то есть начало января это средние цифры пишу я срок увеличился температура холодильника ближе к нулю и наоборот вот схожесть растянута по времени до месяца поэтому надо следить не проклюнувшись ко времени высадки обычно апрель высаживайте спящими исключите горшочки на подоконниках сразу и спящие и проклюнувшиеся почву сада вот если вдруг проснулись раньше времени а мы еще может быть попозже я покажу фотографии в чем хитрости как следить вот получается что не на подоконнике но в горшочке и в обратно в эту самую обратно в холод погреб или холодильник так давайте полистаем целом познакомимся с плодопитомником почему еще раз говорю вот этот крупный заказ если действительно не хочет там сходить абрикос я напоминаю мой случай самый первый как я райнировал райнировать я не имею права говорить кто я такой вот но как я приспособил 1500 косточек абрикоса я высадил просто посадил и все под зиму весной взошло 175 да 175 то есть 9 что ли или 11 9 вот их приняла почва а условия все одинаковые ну правда нельзя исключить мышей они любят полакомиться но вот яркий пример что такое массовая посадка ну например взошло бы у меня из 1500 допустим 1300 и что бы я с ними делал работаю на заводе сажу этот самый не питомник а этот сад промышленный хорошо что мало взошло я не шучу хорошо что мало зато взошли те самые которые приняла почва вот так а он взойдет из полутора тысячи допустим у это у кого-то 1300 ну вот готовый плодопитомник продавайте тем более что мои эти прекрасные результаты показывают мои коточки вот ну это это были посадки из леса были выкопаны саженцы все это корневые отводки сибирки яблони яблони сибирки официальное название ягодная яблони сибирка вот время прививки на границе земля зима весна вот бутылка сохраняется видите как вот вернулось вот вот было все хорошо садей не хотят бах и зима вернулась нормальное явление в сибири вот зато ни хрена им там извините за выражение ни хрена им там не делается вот а эти даже высадить не успели когда вернулась зима вот а сейчас мы именно по-горски и говорить будем внимание вот видите вот вернулось и вернулось вот ну фотографии старые вот таких ведрах выращивал в них прекрасно вырастает я любил что это самое допустим сделал три прививки сливы скелетные на один по двой все три пошли ну и прекрасно продавал дороже вот видите учитывая вот корневую систему такой сажен загубить невозможно даже если это ранняя весна или поздняя осень вот ну а сейчас вот она кухня Сергея Рыбина вот уже ему питомник передал вот и наконец это уже касается моего нового друга который заменил который был принят на работу и теперь работает вместо хозяина вот и теперь как ему быть горшков закуплено что-то там полторы тысячи что ли кажется полторы тысячи вот и его желание сразу выращивать горшках потому что постоянное место чтобы сразу рассадить на постоянное место еще не готово тогда пусть мой новый коллега садовод кстати он быстро вырастет как садовод если у него конечно получится сад окажется правый текст что там где ничего не растет значит ничего не растет значит землю придется раз если там у вас глинистая почва я не знаю толком землю придется брать со стороны она должна быть такая полупесчаная есть такое понятие супесь вот ее любят именно абрикосы на более жирной земле будут расти яблони будут расти слива но именно вот такая земля вот как у меня видите это супесь вот она легкая ее любят абрикосы вот вот таким образом и надо делать и так заполнять горшки никаких этих самых но не устилать никакими не выдумать ничего ни керамзитом ни песком ничего просто там должны быть очень-очень большие отверстия в днище но обычный горшок они всегда предусматривают отверстия в днище вот просто насыпали землю просто посадили теперь так значит тут может случиться такая беда потом фотографии уже могу ли я все найти я не раз снимал такие фильмы но они давно похоронены в толще других фильмов и тут получается так надо чтобы здесь не стояла вода вот тогда абрикосы изгнивают знаете как прошел дождь вот значит мало того что внизу днище здесь сбоку надо вырезать этими сам взять там ножницы по металлу вырезать такие сбоку дырочки не знаю найду ли я такую фотографию чтобы лишнего достекала не опасно сейчас опасно когда вдруг окаменеет там из-за допустим чуть-чуть минус а потом сверху дождь или снег и все и начинает гнить вот то есть здесь не надо ставится вода если коротко говорить и так придется высадить вам прикосы косточки вам закапывать за подвесной землей растить когда они просто сейчас вот в таком виде мы такое никогда не допускаем вот видите это просто обвернулось внезапно зима ничего с ними не случилось несколько градусов мороза там минус пять минус восемь для них не опасно просто это в случае но все это вот так держать плохо растут очень плохо ни в коем случае надо постараться если у вас полторы тысячи горшков извините придется вам полторы тысячи горшков закапывать вот так идем дальше ну видите переходный период это были 10 литров лагарские и 5-6 литров но именно от этих пришлось отказаться вы знаете все прекрасно в таких вот но транспортировка в то время жигури лезет пять штук больше не лезет вот и это тоже какой-то это да и вози с ними не то чтобы больше вот у меня получалось так что компактность играла не последний роль а это я и горжусь тем что это еще это еще я это еще до сергей последние 5-6 лет сергей полностью занимается вот такая работа я считаю благодарная работа вот видите растут растут вот а это пожалуйста пример это один из лучших как бы в телевидение приезжала мой второй сын Артем позировался этой самой вот видите вот я не отрицаю не отрицаю но полторы тысячи вот таких в одиннадцатилитровых ведрах труднее все таки выросить чем в тех горстках которые он мне сказал закуплены полторы тысячи трехлитровых или пятилитровых сейчас уже не вспомню вот так пожалуйста человек приехал за саженцами вот и тут случилось страшный случай он приехал на поезде увезти такое невозможно это тоже один из минусов больших этих самых вёдер вот так больших вёдер и получается что самое страшное было потом разбивать этот прекрасный ком чтобы потом заворачивать мокрые тряпки и уносить в этот самый увозить уже в поезде достаточно лёгкие вот а это мы посадили сами себе а потом через несколько лет телевидения и журналисты пробовали уже с этого дерева вот это вот высадка да прекрасно корневой системы вот это и есть идеальный случай ну почти не заметит пересадку хотя я так же придерживаюсь того же мнения надо бы садить сразу на портянное место но учитывая темы штаба полторы тысячи горшков придется делать два этапа горшки а потом их высаживать так ну это все еще истории оперы вот ну и еще это обратите внимание уже не на агротехнику хотя все же видно все прекрасно видно вот замечательно да вот не надо даже слов но если посмотрите на святущий сад вы когда нибудь видели сотни 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 этих вот сейчас я возьму вот так вот сделаю вот вот сюда вот моя почта посмотрите что что творится видите справа все они фальшивые до единого они меняются вот абрикос это 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 вот все это ложь чистейшая чистейшая ложь вот и абрикос северный трюнх И один продает его. И другой фотографии лень разное сделать. Все одна и та же фотография на полсотни питомников, на сотни питомников. Мои фотографии используют только так. Вот. И вот я к чему говорю. Возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Значит, всегда, когда, мой совет ценнейший, когда вы заказываете саженцы, Сергея на всех не хватит. Уже вот еще весны нет. Они уже заочно проданы. Маленький питомник. И вот получается, что пока питомник не предъявит фотографии со своего сада, если вы заметите, я с лицами это все делаю. Да, это мой сад. Пойди докажи иначе. Наоборот скажут. Не я вас, а вы у нас украли. Мне кто-то предъявил. Он сделает. Вот. Вот это самое страшное. Когда надо было вытряхивать оттуда саженец. Вот уже видите, пустой горшок вытаснуть. Чтобы человек повез без горшков. Потому что приезжаете на автобусах и на поездах. Это страшная вещь. Обидная и невероятная. А вот это вот самое. Прежде чем разбить этот ком, я сказал, Сережа, попозируй. Пусть посмотрят. Как это должно быть. Теории. Дальше идет это самое. Посадка требует. Дело в том, что мой коллега, который будет заниматься моими. Видите, когда-то будет пересаживать. Я хочу, чтобы он уже сейчас знал. Без такой обрезки плохо приживается. Очень плохо. Вот. Но это уже из другой оперы. Так можно перевозить. Очень удобно. Главное сильно обрезать. Главное хорошо упаковать. Вот. Сейчас мне надо заканчивать эту тему и переходить. Ну. Без комментариев. Вот они едут в Ачинск. Видите. Для этого, чтобы не растрясло. Вот так вот они выглядят. Вот. И не это. Вот. Вот. Ну. Посмотрели. Посмотрели. Вот. Посмотрели. Видите, ком земли, если хорошо видно. Вот. И в этот ком земли. Это касается моего нового коллегу. Потому что вот в таком виде можно садить на постоянное место. Будет. Потом перевивать. Перевивать можно прямо в горшках. А потом раз. Тронулась в рост. Тронулась. Можно посадить не в госпусть, а почему. Вот он прекрасно растет. Но у него и корни развиваются. И он вырастет до метра, до полутора. А потом пересадка будет. Гораздо болезненнее. Вот это, ребята, имейте в виду. Именно вот это. Ну. Так выглядит питомник. Как видите. Сад настоящий. Цветение абрикоса. Вы видите. Вот. А здесь осваивается новый участок. Вот так вот постепенно. И там, куда уехали мои косточки, будет то же самое. Полив только дождевание. Только дождевание. То есть, с помощью улиток. Радмиска. Вот еще один подходящий снимок для моего нового коллеги. Видите. Идет процесс. Наполнение. И так далее. Вот. Вот они уже в горшках. Вот они уже пошли в рост. Пока без лишних комментариев. Супруга Сергея Татьяна. Вот питомник мы опрыскивали. Взрослый сад уже нет. Небольшое количество дли только на яблонях и на сливых ремклодах. Остальные деревья для них болеют. А питомники, опять же, яблони и сливые ремклоды надо опрыскивать. Потому что для этого их... Это их родина. Их листочки. Вот. Крупный план. Вот. Груши. Так и зимой, кстати. Надо заканчивать. Вот. Сентябрь. Вот. Сейчас я покажу. Это круглый стол. Был организован в музее. Вот. И здесь, на этом круглом столе, мы садоводы представили свою продукцию. Смотрите. Вот это прислали из Европы. Вот. Они уже мертвые. А их привезли продать. Они уже мертвые. А рядом, смотрите, справа саженец. Видите? Вот мой коллега с юга, который будет выращивать, уже должен иметь какие-то ориентиры. Вот видите? Это грушу. Грушки выращил Сергей. Вот. Видите? Сравнивайте. Это для вас ориентир, к чему надо стремиться. Ну, посылка собиралась в этот самый Санкт-Петербург. 100 штук всех заказал. Будет быть специальный ящик. Все-все-все. Вот, Сергей молчал, потом говорит, пришел заказ еще на 100 штук от того же. Значит, первая сотня прижилась, иначе ему смысла нет было. Это снова рисковать деньгами. Посмотрели, посмотрели. Вот. Вот она, организация плодопитомника. Вот. А этот человек уже заранее. Сам приехал. Уже с ящиками, куда мы поставили. Сергей поставил гашки. И они прекрасно доехали. В этих... Никогда лесор нету, этих самок. Трясет страшно. Так что, это... Земля в горстках. Умейте в виду. На транспортировке не годятся совершенно. Земля в горстках превращается даже не в песок, а в пыль. Это мы проходили. А эти нормально доходят. Это собирается в Красноярск. Посылка. Так. Ну, я не могу все детально. Для этого у меня 217 вебинар будет через два дня на третий. Вот. А я все рассказать не могу. Поэтому я сейчас многое пропускаю. Пропускаю. Осенняя посадка сильнейшая обрезка. Это абрикосы. Сильнейшие. А весной прививка. Все. Это было примерно так, чтобы мы с вами могли... Назовем это первой серией. А теперь будем более подробно говорить об этом. Потому что я сейчас остановлюсь. А вторую серию начнем уже с другого... Другой папки. Вот. А пока я хочу, чтобы вы имели в виду, что готовится большой план. Все это количество взять и высадить. И добиться успеха. Уже не... Без такой гарантии, как у меня. Вот рядом со мной посадить. Помните, я расширял участок. Прикупил за миллион рублей 10 соток. И за несколько лет выросил прекрасный благословщий сад. И это может быть... Уже почти любой из вас в средней полосе. А есть особый случай. Но ни черта не растут там абрикосы. Как будем действовать? Правильно. Будем брать количество. Чтобы хотя бы часть абрикосов, слив, мишен, груш, яблониц, зацепилась за эту землю. Хотя бы часть. Ну, а там посмотрим. Вопрос принципиальный. Можем ли мы вернуть на юг, то, что когда-то на юге росло и процветало. Одной из причин неудач южан, напоминающийся в том, что они так же, как северяне, умудрились. Вот. Научились уменьшать деревья своими руками. Это стало всероссийской болезнью. Вот. Страшная болезнь поразила садоводство. Это отношение и науки к этому. Что все деревья неправильные. Каждый пытается заработать, сделать статью, сделать фильм. Помните, недавно эта моницизация была еще. Этих фильмов. Страшная вещь. Миллионы раз. Если смотреть, то после сотни миллионов повторов. Это все страшная вещь. По уничтожению лишних веток. И никто никогда не сказал, что любая рана, особенно на концу, туда проходит мороз. Как будто они этого не знают. А представляете, какой уровень садовода, который себя называет экспертом, учителем. Если он сделал рану, я потом на вебинаре покажу вот такие раны. Вот. Меня видно. Вот такие раны. И учат их правильно делать. Молодец, зарастут. Не зная, что туда пойдет мороз. Даже я этого не знаю. Вот. Вот это их уровень. Поэтому мы будем продолжать. Благодарю за внимание. Ждем следующую серию.